Третьего дня возвращались из верхней части города в нижнюю часть города через большие сугробы, которые намело буквально пару недель назад. Сугробы эти немножко подтаяли и под ними образовались гигантские лужи, которые с виду незаметны, но если в них наступить суровой мужской ногой, проваливаешься довольно глубоко и ладный ботинок затапливает сверху, снизу, слева и справа грязной нижегородской жижей. Что же нужно делать, чтобы защитить свою обувь в такие дни, чтобы не сидеть в дальнейшем в мокрых сапогах, кроссовках или ботинках на рабочем месте? Длительное время пользовались забугорным средством, которое купили в Ашане. Такой вот тюбик Silver, которым покрывали зимние ботинки. Крем отличный, впитывается хорошо, грязь убирает, но абсолютно не защищает ботинки от проникновения воды и не защищает от промокания. Что же делать? Чем улучшить данную смесь в эпоху кризиса? Есть простой народный способ. Обыкновенное сало. Сало нужно мелко нарезать, достаточно вот такого количества, как показано на видео, и положить в небольшую посудинку, где его потом нужно растопить. Посудинку лучше выбирать ту, которую не жалко, ту, которую можно легко отмыть в дальнейшем, и куда можно макать губку, которой вы будете обрабатывать вашу обувь в зимний период. Растапливать сало для покрытия своих ботинок нужно примерно вот до такого вот состояния. После того, как вы растопили сало, должно получиться вот такая вот жижка, примерно вот такой консистенции. Сало до коричневого цвета и, собственно, жир, которым мы будем покрывать нашу обувь. Перемещаемся дальше, ждем, когда остынет наша жижка. Итак, у нас получилось, после того, как мы все слили в чашечку, примерно вот столько нашей жижки, которую мы будем использовать для обработки нашей обуви. Что для этого нужно, кроме жижки? Вот такой вот ватный диск, который мы будем обрабатывать. Макаем его в нашу жижку. Жижку пока мы отложим в сторонку. Берем сапог. Сапог главное обрабатывать сперва в тех местах, где идет сшивка двух поверхностей. Это подошва и сама несущая часть сапога. Эта вот часть больше всего подвержена проникновению воды, влаги, всевозможной грязи вовнутрь сапога. Обрабатываем ровным слоем, если есть какие-то повреждения, какие-то скосы, сколы на обуви. Их обрабатываем также в первую очередь. Если вы боитесь за то, что останутся какие-то следы или какие-то непонятные фракции после того, как вы обработаете вашу обувь, не переживайте. Кожа, если натуральная, она предназначена для того, чтобы впитать весь жир в себя и не оставить ничего на своей поверхности того, что вас смутит при носке. Сейчас мы покажем видео, где продемонстрируем, как защищает обыкновенное свиное сало от воды в дождливую погоду. И как защищает крем-киви. И в чем разница основная. Что делать, если у вас обувь не кожаная, а, например, замшевая или из непонятной чебурашки, как у меня? Для того, чтобы защитить вот такую вот обувь, мы используем забугорное средство. Пшикалку такую. Называется Волли. Никакая не реклама справляется намного хуже, чем обыкновенное сало, но для обработки непонятно какой обуви подходит идеально. Достаточно один раз пшикнуть на место соприкосновения с водой и отлично защищает данное средство вашу обувь в непогоду. Давайте сейчас перейдем и протестируем обработанную салом обувь. Введем нашу обработанную стоповину и наносим ее под воду. Смотрим, как стекает вода, абсолютно не попадая во внутрь. Аналогично у вас будет при нахождении на наших нижегородских улицах. Для всей другой обуви вам прекрасно подойдет вазелин. Но об этом мы расскажем в другой передаче. До скорых встреч!